почему же она так и не вышла замуж с кем на съемочной площадке крутила романы почему же она не снимается обнаженный и зачем скрывает имена своих детей друзья всем привет и сегодня мы поговорим про самую запрашиваемую вами актрису рейчел макадамс ваши комментарии и ваше мнение очень поддерживают меня и развитие моего канала я всегда прислушиваюсь к вашей обратной связи и делаю исключительно те ролики которые будут вам интересны спасибо вам за поддержку которую постоянно мне оказываете я желаю вам приятного просмотра погнали рейчел макадамс родилась 17 ноября 1978 года в семье дальнобойщика и медсестры родилась она в маленьком городке лондон но мы уже упоминали этот город еще одна значимая звезда с которой их связывают какие-то лямурту жур ли посижур тоже родом оттуда семья у девочки была простая и не богатая кстати у рейчел есть еще младший брат даниэль и младшая сестра кейлин забегу немного вперед и отмечу что младшая макадамс тоже все-таки оказалась причастна к голливуду она работает визажистом и часто окрасит каких-нибудь знаменитостей наших с вами любимых кстати еще один интересный факт о родителях рейчел они до сих пор вместе если так смотреть чисто другим биографиям и в целом как бы жизни это огромная редкость с трех лет рейчел активно занималась фигурным катанием родители планировали для дочери спортивную карьеру но все изменил случай 12-летний рейчел выпала возможность поучаствовать в постановках летнего театра с этого момента она уже не слишком интересовалась выходами на лед тем не менее макадамс продолжил участвовать в различных спортивных соревнованиях примерно до своего совершеннолетия и выиграла несколько региональных наград актриса все еще любит кататься на коньках по словам рейчел это научил ее находиться в гармонии со своим телом что очень помогает и на съемочные площадки я скучаю по конькам рассказала она журналу парей но раньше я страшно переживала перед соревнованиями я просыпалась в холодном поту и я совершенно не скучаю по тем временам учебу в школе девушка стала совмещать на постоянной основе с работой в театральной труппе и свою первую в жизни актерскую награду она получила за роль в школьной постановке i live in a little town я живу в маленьком городе представляющий канадскую провинцию онтарио на фестивале сирс драма фестиваль 1995 году после окончания школы рейчел легко поступила на драматическое отделение знаменитого йоркского университета в торонто получив диплом с отличием 2001 году она отправилась в лос-анджелес строить серьезную карьеру вот вы знаете на моей практике это такая чуть ли не первая актриса без грешка за пазухой и умницы и красавицы и диплом с отличием и спортсменка но все при ней практически как у марго робби так ли она безгрешна на самом деле свою карьеру рейчел как часто водится начала с эпизодических ролей в телесериала в 2001 году она появилась в одном эпизоде фантастического сериала земля последний конфликт про инопланетян который в недалеком будущем события разворачиваются в 2008 прибывают на землю и помогают людям с решением самых важных проблем 5 сезонов 110 эпизодов до сих пор любим многими фанатами фантастики ведь помимо неплохого драматического сюжета там были и очень даже годные спецэффекты для того времени конечно потом был известный джет джексон который продержался три сезона вышло 65 эпизодов парень звезда популярного шоу в один день понимает что слава это не то что ему нужно а на самом деле его душа лежит к спокойной жизни в родной провинции с отцом шерифом мудрой бабушкой и лучшим другом только вот все шоу решает переехать из лос-анджелеса вместе с ним рэйчел появилась в роли ханны страдающей булемии старшей сестры одного из персонажей все еще в том же 2001 выходит полнометражный фильм любовь к куклам с дробевиком где рэйчел играет главную роль девочку подростка бет чья жизнь переворачивается с ног на голову когда она вдруг обнаруживает что все ее влажные фантазии стали реальностью и теперь она не просто школьница нет 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 она часть команда девочек ведущих борьбу с преступностью абсолютно проходная картина которая не запомнилась не зрителям не думаю даже ее создателям в 2002 году была одна комедийная мелодрама где рэйчел играла подружку главного героя меня зовут танина парень и девушка знакомиться на отдыхе в солнечной сицилии она американка он местный житель между ними вспыхивает бурный роман но потом дама сердца паренька по имени танина улетай домой в сша а он остается один с ее позабытой камерой и понимает что нужно ехать к ней в америку фильм интересный яркий с весьма закрученным сюжетом и для рэйчел это были первые съемки в европске фильм снимался в канаде и италии справилась она отлично но всенародной славы не сыскала кстати полет на сицилию был первым самостоятельным полетом в жизни макадамс до этого она летала лишь с бабушкой в возрасте 7 лет и всего один раз и всего лишь в пределах канады об этом она собственно и рассказала сама в интервью себе с андой морен в 2023 году роли в идеальном пироге и веневсе участие тоже не принесли мега популярности молодой актрисе первом фильме она играет одну из главных героинь когда-то и было 15 лет драма про то как порой темные события из твоего прошлого могут вернуться долгие годы спустя и ударить тебя по голове за свою роль рэйчел была номинирована на премию джинни-эвордс канадский эквивалент премии оскар во втором фильме о женщине которая связалась с наркоторговцем не подозревая об этом она лишь быстренько мелькает в второстепенной роли и вот наконец в 2002 году она получает свою первую роль в большом кино она сыграла главную героиню в молодежной комедии цыпочка где ее коллегами по площадке стали роб шнайдер а ана фэрис и эшли симпсон сюжет максимально привычный для комедии начала нулевых школьница и прости бомжеватый мужчина меняются местами красотка становится чудовищем и для возвращения в собственное тело ей необходимо осознать что она жила свою жизнь неправильно в конкретном случае была недалекой поверхностной стервой и хотя больше внимания было уделено конечно же робу играющему школьницу в теле 30-летнего мужика рэйчел прекрасно справилась ролью взрослого неотесанного мужлана застрявшего в теле соответственно юной красотки рабочим названием фильма была мисс популярность а именно та картина рекламировалась в превью в кинотеатрах сборы были не самыми плохими при бюджете в 34 миллиона фильм собрал почти 55 миллионов но роб шнайдер по итогу был номинирован на премию рации эуэрс в категории худший актер а популярный американский комик и ведущий роджер эберт даже включил картину в список самых ненавидимых фильмов в истории господи за что я в детстве его блин смотрела 10 тысяч раз по кругу снова и снова прекратить в 2003 рэйчел появляется в маленькой роли одного из эпизодов занятного сериала про щи и стрелы про закулисную жизнь театра где драмы шекспировских героев не так уж далеки от драмы обычного человека и наконец 2004 года рэйчел начинает получать те роли за которые ее любят даже спустя 20 лет первым был конечно же дневник памяти в котором она вместе с райаном гослингом сыграла влюбленную пару элли и иное экраны роман начавшийся взаимной ненависти двух актеров позже перерос в реальный и в фильме очень хорошо видно насколько эти двое разные но все же они вместе это красивая история отношений девушки и парни совершенно разных социальных слоев против их отношений весь мир их пытаются разлучить обстоятельства родители вторая мировая война но любовь оказывается сильнее всего фильм был снят по мотивам романа николаса спаркса который стал бестселлером в первую же неделю продаж слезовыжимательное чтиво которое никого не оставила равнодушным с первых же минуты до последней секунды просмотра на душе спокойно ощущение полной умиротворенности и гармонии фильм снят настолько грамотно что невероятно приятная и красивая картинка просто не позволяет глазам оторваться смотришь и чувствуешь будто все это происходит с тобой в бесподобной экранизации не как осоветится отличным передана атмосфера городской и сельской жизни периоды 40-х все начиная от костюмов и заканчивая щитами магазинов и конечно же в воссозданию той атмосферы поспособствовала прекрасная рука мастера инструментальной музыки знаменитого композитора аарона зигмана рэйчел макаднус поразила своим умением меняться на экране как внешне так и по части амплуа в этой картине она 28-летняя женщина превратилась в 17-летнюю рыжую городскую девчушку фильм был в разработке с 1995 года и тогда предполагалось что главной звездой станет том круз к 1999 году на роль элли хотели взять эшли джад а но и мог сыграть джастин тимберлей также вместо рэйчел возлюбленную гостинга могла сыграть и у бритни спирс она проходила пробы но не срослось рэйчел в итоге провела время в чарльстоне перед съемками чтобы познакомиться с окружающей средой она также брала уроки балета и этикета и имела тренера по диалекту чтобы выучить южный акцент интересно что сначала снимали сцены после семи лет элли и ноя а затем съемочная группа отправилась на рождественский перерыв району гостингу пришлось потерять бороду и 20 фунтов которые он имел будучи старшим ноем и вернуться чтобы сыграть молодого ноя еще любопытные моменты фотографии пожилой элли и ноя на протяжении многих лет это личные фотографии генни ролланд с ней и ее мужем джоном с фотографии джеймса гарнера наложенные на лицо джона район гостинг был выжден носить линзы коричневого цвета потому что у джеймса гарнера пожилого ноя были карие глаза а у гостинга голубые а теперь интересный факт под грифом спойлер когда мы впервые знакомимся с молодыми элли и ноем они одеты в те же цвета что их старшей версии в начале фильма это должно было дать зрителю подсказку о том кем были дары версии элли и ноя фильм собрал огромную кассу при бюджете в 29 миллионов аж более 115 миллионов долларов а рейхил заговорили не только как и талантливой актрисе их поцелуй с районом на сцене премии mtv еще долго будоражил умы и порождала многочисленные сплетни о парочке в прессе следующая картина дряные девчонки вышедшая в том же 2004 году покорила ну всех подроческих юношеских девчонок в том числе и эта комедия режиссера марка уатерса собрала в прокате 130 миллионов долларов при бюджете всего в 17 и была удостоена трех премий канала mtv проведя все свое детство в африке со своими родителями зоологами кэдди хиран решила что знает все про правила выживет сильнейший но закон джунгли полностью присматривается когда очень домашняя и наивная девушка в первый раз попадает в обычный мир и конечно же влюбляется в бывшего парня королеву школы в дряных девчонках рейхил снялась вместе с линси лохан амэнда сейфрид и тины фэй получив в итоге за свою игру премию mtv в номинации женский прорыв года роль оказалась поистине культовой героиню рейхил реджина джордж до сих пор считают своим идолом школьницы мечтают быть на нее похожи несмотря на гаденький характер персонажа прикручивая премия складывая химии И потом мы до конца, и я сняла по басу. И все было так хорошо действовало до того момента, и все просто прыгали. Люди прыгали, прыгали из своих сетей, кричали и чирили на этих митых парнях, дали друг другу хай-фай, как Арсенио. И я просто... Я просто... Я просто... Я просто беру это как комплимент. Этот фильм основан на книге Розалинд Уайзман «Пчелиные матки и подражатели. Помогаем вашей дочери пережить клики, сплетни бойфрендов и другие реалии подросткового возраста». Хотя это научно-популярное родительское руководство по самопомощи, в котором вообще нет повествования. В книге «Самая популярная девушка школы» носит титул «Королевская пчела» Квин Би. Извините, да мы знаем одну Квин Би. В фильме такой девушкой становится героиня Рейчел, Реджина, что в переводе с латинского означает «королева». Актриса Эми Поллер, исполняющая роль миссис Джордж, мамы Реджины, всего на 7 лет старше своей экранной дочери. Еще из любопытного Аманда Сейфред, исполняющая роль Карен, также проходила кастинг на роль Реджины и даже была некоторое время утверждена на эту роль, пока продюсер Лорни Майклс не посчитал, что ей больше подойдет роль девочки-идиотки. Обидно. Вообще, изначально в сценарии было много пошлых фраз из разговорной лексики школьников, но цензоры попросили заменить их. А еще на вечеринке, где Гретхен целовалась с парнем, по сценарию она должна была заняться с ним оральным сексом, но цензоры сочли это неприемлемым. И еще один забавный факт. Кэдди очень волнуется во время танца, когда она действительно узнает одну из исполняемых песен. Эта песня называется Build This Way, которая была исполнена и написана в соавторстве с уроженкой Лондона, певицей, автором песен и диджей Самантой Ронсон. Примерно через 4 года после выхода этого фильма и после нескольких лет спекуляций в прессе, Линдси Лохан и Саманта Ронсон признали, что у них были романтические отношения. Далее Рэйчел снялась в коммерчески успешном фильме, который считается комедией, но по факту недалеко ушел от драмы. Называется Привет семье. При бюджете 18 миллионов фильм собрал в прокате более 92 миллионов. Актерский состав в данной картине просто блестящий. Дайан Киттен, Клэр Дэйнс, Люк Уилсон и Сара Джессика Парк. Их игра и общая атмосфера фильма позволяют окунуться в рождественскую атмосферу. Рэйчел сыграла младшую дочь семейства, одинокую учительницу Эмми, резкую, беспардонную, но любящую своих родственников. Фильм о типичной многодетной семье, где ругаются, спорят и даже иногда дерутся, но при этом друг за друга и в огонь и в воду. И вот именно в такой семье вырос Эверетт. И именно в эту семью он решил привести на Рождество свою подружку. Бедняга Мередит в исполнении Сары Джессики Паркер с первого взгляда не понравилась семье Эверетта. Этой героине искренне сочувствуешь, глядя на то, как она пытается выпутаться из компрометирующих ее ситуаций. Автор сценария и режиссер Томас Безуча в течение нескольких недель перед съемками репетировал с девятью актерами, выбранными на роли Стоунов, чтобы они достаточно узнали друг друга, чтобы убедительно изобразить на камеру членов одной семьи. Они же прошли ускоренный курс обучения общению на Амслене. Это язык жестов, принятый в сообществах глухих в США и Канаде, так как восьмерым из них пришлось общаться с неслышащим актером или переводить его высказывания. И хотя некоторые критики, как и сами участники съемочного процесса, признавали, что уровень овладения ими языком жестов был ниже среднего, в действительности все вышло достаточно достоверное изображение на экране средней семьи, вынужденные по вполне понятным основаниям пользоваться языком жестов. В 2005 году Рэчел снимается в комедийной мелодраме с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном в главных ролях. Джон и Джереми юристы, специализирующиеся на разводах. Они развлекаются тем, что приходят на свадьбу в качестве незваных гостей, используя советы гуру в этом деле Чеза. Там они пьют, гуляют и попутно кадрят симпатичных девушек. Но однажды Джон влюбляется на одной из свадеб сестру невесты Клэр. Ее как раз и играет Рэйчел. Дочку секретаря казначейства и оба друга отправляются на уикенд в особняк семейства Клири. Тем самым нарушая одно из священных правил поведения незваных гостей на свадьбах. Эта комедия Дэвида Добкина имела большой кассовый успех, собрав при бюджете в 40 миллионов, только в штатах более 200 миллионов долларов. Во многом это случилось благодаря отличному дуэту главных героев. Романтичный и трогательный Уилсон прекрасно уравновешивает брутального вона. Ну и со вторым планом тут все неплохо. Семейство Клири тоже отличное. Правильная Клири в исполнении Рэйчел МакАдамс и оторва с ним фоманскими наклонностями Глория, сыгранная Айли Фишер. Их братец Тодд Кейру Доннелл, который пытается заглушить свою склонность к гомосексуализму, рисуя обнаженных мужчин на пленере. Главу семейства его супругу играют Кристофер Уокен и Джейн Сеймур. А есть еще бабушка семейства такой божий дуванчик, что даст всем нехило просраться. А ближе к финалу появляется Уилл Фаррелл, как перво проходит свадебных авантюр в качестве незваного гостя. Естественно вырисовывается мораль, что в жизни каждого циника наступает момент, когда к нему приходит настоящая любовь. В итоге получаем одну из лучших голливудских романтических комедий нулевых. Интересно, что для того, чтобы свадьбы смотрелись реалистично, на съемках фильма присутствовал настоящий распорядитель свадеб. Оуэн Уилсон, который по сюжету влюбляется в нашу Рэйчел, не видел ни одного фильма с ее участием и был просто поражен ее эмоциональной игрой в дневнике памяти, премьера которого как раз проходила во время съемок их совместного фильма. Рэйчел делила киноэкран со множеством очень известных и влиятельных актеров на протяжении многих лет. Но когда во время интервью журналу Glamour ее спросили, кто же ее любимый партнер по сцене, она назвала Рэйна Готлинга. Нет, 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 блять, не Рэйна Готлинга, Оуэна Уилсон. Они потом еще пересекались на съемках, но об этом позже. В том же 2005 году на экран выходит еще один великолепный фильм с Рэйчел в главной роли «Ночной рейс», где ее партнером по площадке стал Киллиан Мёрфи. Если вы хотите про него выпуск, обязательно пишите, я прислушиваюсь к вам всегда. Рэйчел играет менеджера отеля, которую шантажируют во время полета в самолете ради убийства влиятельного политика. В общем, она простая девушка, которую хотели использовать для важной грязной цели, но она оказалась гораздо сильнее, чем злоумышленники могли представить. Динамичный, интересный, прекрасный фильм, который при бюджете в 26 миллионов собрал кассу в 96. Оригинальное название фильма «Red Eye», дословно «красный глаз» по смыслу означает именно «ночной рейс». Так в Англии и США называют «ночные рейсы», после которых у большинства пассажиров из-за недосыпа обывают красные глаза. Сценарий фильма, написанный задолго до того, как им заинтересовались, предназначался Блячону Пену и Робин Райт Пен. Но приступив к съемкам, Крейвин предпочел более молодых актеров, слава богу. Киллиан Мерфи так хотел сыграть роль Джексона Риппнера, что отправился на деловой ланч с режиссером Уэсом Крейвеном. А для этого ему пришлось лететь самолетом из Англии в Голливуд. Всего за два дня до собственной свадьбы. И все не зря он получил роль. Режиссер был поражен контрастом его лица Ромео и глаз серийного убийцы. Еще интересный факт для тех, кто смотрел фильм. В первые 10 минут фильма женщина проливает кофе с мороженым на героине Рэйчел Лизу. Это искренняя реакция и удивление Ани, актерская игра. Актриса не ожидала, что напиток будет настолько ледяным. Для съемок фильма было напечатано немалое количество бутафорских авиабилетов. На их обороте были отпечатаны 12 положений правил, как на подлинных авиабилетах. Однако 12 гласила. Все условия данных пассажирского билета и багажного чека являются полностью поддельными. Это просто набор лишних деталей. И если вы вдруг случаем читаете это, то это означает, что у вас появилось слишком много свободного времени. В следующий раз возьмите с собой хорошую книжку. Кто помнит, что были такие у нас группы? Господи, может я слишком старая? Помашите мне пенсионными книжками. Что были такие группы ВК, любители читать состав освежителя воздуха в туалете. Согласно оригинальному сценарию на авторучке, фигурирующей в сюжете, да-да, то есть самое, что по итогу оказалось воткнутой в Киллиана Мёрфи, должен был быть изображен популярный мультяшный герой Барт Симпсон. Однако продюсеры фильма не смогли получить права на использование этого образа. И Симпсон был заменен неким монстром. На специальных предварительных показах фильма в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке зрителям в качестве сувениров раздавали точные копии авторучки с изображением монстра. К ручке прилагался ярлычок, на котором с одной стороны было написано «Ночной рейс в кинотеатре с 19 августа», а на другой «Не отправляйтесь в ночной рейс без этого». И хотела вам рассказать еще об одной ситуации, произошедшей на съемках. Наверное, чтобы подчеркнуть, что о профессии актера это не всегда легко и весело. Во время съемок эпизода «В туалете самолета» Киллиан Мёрфи ошибся местом, куда нужно было швырнуть Рэйчел, и в результате она сильно ударилась головой и потеряла сознание на целых полчаса. Когда Рэйчел пришла в себя, съемки эпизода возобновились, Мёрфи панически боялся снова навредить актрисе и в дальнейшем придерживал ее голову рукой. И это можно заметить в фильме. Ну и напоследок все же скажу, да, в этом фильме злодеи опять русские. В оригинале фильма, когда рыбаки вытаскивают сеть с ракетой на палубу, они говорят на русском языке. Ну что ж поделать, в 2000-х главными злодеями всегда изображали русскими. 2007 год выдался не самым успешным в карьере Рэйчел. Фильмы вышли и слабенькие по сборам, и по отзывам критиков. В картине «Супружество» она сыграла любовный интерес пожилого женатого бизнесмена Гарри. Действие происходит в Сан-Франциско 1949 года. Такой ретро-детектив, где перемешаны вожделение, насилие, попытка убийства и страсть. Бюджет был небольшой, всего 12 миллионов, но и его не удалось отбить. Сборы были менее 3 миллионов. А в роуд-муви «Крутой поворот», который при вложенных 15 миллионах не собрал, и 300 тысяч в прокате. Рэйчел сыграла солдата, которая вместе с двумя другими солдатами парнями отправляется в путешествие по бескрайней американской дороге. У каждого из них есть своя причина для этой поездки, и друг для друга они изначально совершенно посторонние люди. Но это путешествие, как водится, полностью меняет их. В 2008 году Рэйчел появилась на экране в роли жены путешественника во времени. И да, фильм так и называется. Фантастическая история любви. Они познакомились, когда ей было 6, а ему 36. А поженились, когда ей было 23, а ему 31. Нет, я не ошиблась. Просто у этого самого путешественника во времени Генри редко генетическое заболевание, синдром перемещения во времени. Как чувствует себя человек, пропустивший свою свадьбу и вернувшийся на нее через 15 лет? Каково это поссориться с женой, но в то же время беззаботно болтать с ней 18-летней? Что творится в душе человека, который знает дату своей смерти? Мы никогда не узнаем ответов на эти вопросы, но Генри пережил все это и даже больше. Как он страдал раз за разом, оставляя любимую женщину, когда все, чего он хотел, просто быть с ней. Всепоглощающую любовь, которая, казалось бы, может преодолеть любые преграды, разлучило время. Весь фильм пронизан чувством безысходности и предверием неотвратимых событий. Он исчезал раз за разом, оставляя Клэр в исполнении Рэйчел одну, терзая и ее, и себя. А она ждала, заглушая свою боль и отчаяние надеждой. Просто потому, что не могла его отпустить навсегда. Или потому, что он всей душой рвался назад. И не важно, какой шел год и когда Генри вернется, она будет ждать. Просто потому, что еще никогда не было на этой земле любви сильнее. При бюджете в 39 миллионов фильм собрал в прокате более 101 миллиона и был хорошо встречен критиками. Он был снят по мотивам романа Одрини Фенегер. А знаете, кому принадлежали права на экранизацию? Брэду Питу и Дженнифер Энистон. Они приобрели их еще до публикации книги. На ранних этапах производства картины на роль Генри пророчили Эдриана Броуди, а на роль Клэр – Еву Грин. Черт, я бы это посмотрела. Следующим фильмом в фильмографии Рэйчел стала картина «Большая игра», вышедшей в 2009 году. Криминальная драма про журналистское расследование серии жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница преуспевающего конгрессмена Коллинза – давнего друга МакКефри. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров, ведущих в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, ворочают миллиардами долларов и не привыкли, когда в их дела вмешиваются посторонние. Великолепно воссозданная на экране трагедия и смесь триллера делает для зрителя невероятный коктейль. Плюс еще небывалая совместная игра двух знаменитых и харизматичных актеров делает свое дело. Фильм смотрится на одном дыхании и просто понятия не имеешь, что будет происходить на экране в ближайшие 5-10 минут. Фильм не сорвал большой куш, несмотря на звездный каст. Тут и Рассел Кроу, и Бен Аффлек, и Хелен Мирон, и Робин Райт. Появился фильм не без труда и не без скандала. Дело в том, что изначально главные роли должны были исполнить Эдвард Нортон и Брэд Питт. Проект с таким дуэтом, уже имевшим место быть в фильме «Бойцовский клуб», господи боже, был бы обречен на успех. Но вышло досадное недоразумение. Питту что-то не понравилось сценарий, а в Голливуде как раз бушевала забастовка сценаристов. Поправить ничего не смогли, и оба актера отказались принимать участие в проекте. Так и был бы этот сценарий отложен на неопределенный срок, если бы не контракты, уже подписанные с актерами. Ну, если бы на главной роли не согласились Бен Аффлек и Рассел Кроу. И не могу не упомянуть еще одну работу Рэйчел в 2009 году. Она сыграла Ирен Адлер, интереснейшую женщину и любовный интерес Шерлока Холмса в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме «Шерлок», который снял Гай Ричи. Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки. Ведь их враг представляют угрозу для всего Лондона. Это был первый фильм будущей франшизы и безусловный коммерческий успех. При бюджете в 90 миллионов он собрал более 524 миллионов в прокате. Естественно, фильм снят по мотивам произведений Артура Конана Дуэля о Шерлоке Холмсе, изданных с 1887 по 1927 годы. Хотя основной сюжет совершенно оригинален. На ранней стадии производства картина планировалась, что роль доктора Ватсона дадут Колину Фарреллу. Однако, позже режиссер отдал предпочтение к кандидатуре Джуда Лоу. Роберт принял участие в создании гардероба сыщика и сам купил в лондонском магазине Лок энд Коу шляпу и трубку. Съемки проходили в окрестностях Лондона и Манчестера, где сохранилось много живописных складских помещений 19 века. А интерьер квартиры на Бейкер Стрит собрали из имеющегося реквизита жилища Сириуса Блэйка после съемок Гарри Поттер и Орден Феникса. В 2010 году Рэйчел снялась в легкой комедии «Доброе утро» про карьеристку, которая просто бредит своей профессией и готова на все, лишь бы ее детище было успешным. Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фуллер, ее играет Рэйчел, увольняют с программы местных новостей, ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается рассказывать о моде, погоде, сплетничать о знаменитостях. Что мы с вами тут постоянно делаем? Дурак какой! Это делает его соведущая Колин Пекк, бывшая королева красоты и героиня утренних программ, которая в восторге от возможности поделиться с миром свежими новостями. Доброе утро – это эдакая лайт-версия фильмов про карьеру. Тут будет и необходимость сделать важный жизненный выбор, будет и любовь, будут и проблемы на работе. Все как мы с вами любим! Но все это подается просто и легко, без лишней притянутой, как правило, за уши драмы. Оно совсем не о грязных закулисных играх. Кино подкупает своей солнечно-игривой и доброй атмосферой. Приятная музыка дополняет это ощущение теплоты. И поэтому большую часть фильма, не понимая почему, но все же сидишь расплывшись в искренней улыбке. Партнерами по съемкам Рэйчел стали Харрисон Форд, Дайан Китон и Патрик Уилсон. Фильм не хватал звезд с неба в прокате, но отбил свой бюджет в 40 миллионов, собрав 60. В 2011-м Рэйчел появилась во второй части фильмов про знаменитого детектива «Шерлок Холмс. Игра теней». Бюджет уже был побольше – 125 миллионов, но сборы вновь впечатлили создателей – более 543 миллионов долларов. Лента была номинирована на премию «Сатурн» в категориях «Лучший фильм в жанре боевик, приключения и лучшие костюмы». У нашей Рэйчел роль на сей раз была эпизодическая. Актриса поставила жесткие условия студии, что если и появится в сиквеле, то не в главной роли. Кинокомпания Warner Brothers так хотела поскорее выпустить продолжение этого фильма, «Так хотела поскорее срубить бабла, что из проекта ушел режиссер Гай Ричи», а Роберт Дауни-младший был вынужден отказаться от съемок в фантастическом боевике «Джона Фавро. Ковбой против пришельцев». Ну и спойлер – появление героини Рэйчел и Рэн Адлер и правда было коротким, хоть и весьма эффектным. В самом начале фильма она, так сказать, представляет зрителям злодея Мариарти, которая подсыпает яд в ее чай, из-за того, что та проявила слабость по отношению к Шерлоку. И спойлер, спойлер, мотайте вперед! И Рэн умирает. В том же году она сыграла невесту Оуэна Уилсона, да, я предупреждала, что она опять здесь появится, в картине Вуди Алина «Полночь в Париже». Фильм тоже был очень успешен и при бюджете в 17 миллионов собрал более 151 миллиона в прокате. У Рэйчел роль не самая большая и ключевая, но важная. Для трудной и требовательной невесты Гила Инесс Вуди Алин не видел никакой другой кандидатуры, кроме Рэйчел. И когда он представил ей эту роль, уговаривал сняться, он сказал ей, «Для тебя было бы гораздо интереснее играть такого рода персонажа. Ты не хочешь всю жизнь играть этих красивых девушек. Ты должна играть стерв». По сюжету молодая супружеская пара приезжает из США во Францию. Великовозрастный дурак Гилберт, переживающий кризис среднего возраста, ищет вдохновение для написания первой книги. Пока крайне приземленная невеста, интересующаяся шоппингом, и кафешками тусуется по ночным клубам с пустобрехом интеллектуалом, Гилберт гуляет часами по кружевам узких улиц, где однажды в полночь проваливается в богемный Париж в 20-х годах. Там шансонье, играющие на аккордеонах, шумные компании, шампанское льется рекой, а участливые кухонные беседы не стихают до утра. Главный герой сходится с именитыми персонажами прошлого, Скоттом и Зельдой Фиджеральдами, Эрнестом Хемингоеем, Гертрудой Стайн, Матиссом, Дали. Влюбляется в музу Пикассо, француженку Адриану. История просто влюбляет в себя своей непринужденностью и наивностью, своей романтикой. Причем не любовной романтикой, а романтикой жизни. Вуди Аллен не присутствовал на церемонии вручения премии «Оскар» 2012 года. Фильм был награжден за лучший оригинальный сценарий, но режиссер продолжил традицию, согласно которой он никогда не посещал указанное мероприятие, не являясь членом киноакадемии. Единственное исключение режиссер сделал в 2002 году, когда принял участие в церемонии, отдав дань трагическим событиям в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. А Рэйчел во время этих съемок закрутила роман с Майклом Шином, как и ее героиня, но об этом позже. А в 2012-м Рэйчел появилась в романтической драме «Клятва». В паре с Ченнингом Татумом они сыграли влюбленную пару, которая пытается установить свои отношения после страшной аварии. «Клятва» основана на реальной истории Кима и Крикет Карпентеров. В сентябре 1993 года, через 10 недель после своей свадьбы, пара попала в автомобильную катастрофу. Крикет не могла вспомнить своего мужа. После медицинского обследования выяснилось, что 18 месяцев ее жизни были стерты из ее памяти. Те 18 месяцев, за время которых она встретила, полюбила и вышла замуж за Кима. Ким не сдался, даже когда в глазах своей любимой не видел того тепла, которым был наполнен сам. Пара была весьма верующей. Ким утверждает, что именно вера в Христа помогла им пройти через это испытание. Ченнинг Татум рассказывал в одном из интервью, что в сцене, где он проходит полностью голым перед героиней в исполнении Рэйчел МакАдамс, на нем был бутафорский пиггис неимоверного размера. Сделано это было для того, чтобы добиться реалистичной и ненаигранной реакции от актрисы. Судя по всему, замысел удался. В прокате фильм, кстати, собрал более 196 миллионов при бюджете в 30. Рэйчел также приняла участие в съемках мелодрамы «К чуду», где сыграла любовницу главного героя. Обязательно ставьте колокольчик-пердольчик, ведь скоро выйдут сплетни и мы узнаем, как же Рэйчел относится к роли любовницы в реальной жизни. Съемки прошли в ранчо в Оклахоме, и обе картины были представлены в числе номинантов на премию «Золотой лев» во время Венецианского кинофестиваля. Ради роли «К чуду» Рэйчел пришлось умолчать в такой маленькой детальке своей аллергии на конский волос. И да, Рэйчел знала, что в фильме будут настоящие лошади. Ну и, конечно же, во время съемок у нее случилась страшнейшая аллергическая реакция, ее глаза заплыли до такой степени, что она буквально ничего не видела. Господи, как же ей хотелось эту роль! В 2013 году состоялась премьера потрясающего фильма Ричарда Кертиса, о парне, который умеет перемещаться во времени, «Бойфренд из будущего», где Рэйчел снималась с Домнелом Глиссоном и Марго Робби. Переходите обязательно по ссылочке посмотреть ее биографию. Российский прокат напрочь убил всю суть фильма дебильным переводом названия. В оригинале это «About Time». Если вы посмотрели эту картину, вы понимаете, почему она так называется. Главный герой Тим Лейк, которого сыграл Домнел Глисон, обладает необычным даром – способностью путешествовать во времени. Этот дар он получил от своего отца, который также обладал этим даром. Отец Тима объясняет ему, что он может изменить свою жизнь, если использует свою способность мудро и справедливо. Фильм следует за жизнью Тима, начиная с момента, когда он узнал о своей способности. Он принимает решение использовать ее для поиска своей любви и счастья. Да, блять, не ограбить банк! В ходе своих временных переходов он встречает Мэри, которую играет Рэйчел МакАдамс, и они начинают встречаться. Однако, каждый его переход во времени имеет последствия, и он узнает, что не все можно изменить. Одной из главных тем фильма является семья. Отец Тима и его сестра Кит-Кит, которую сыграла Линдси Дункан, играют важную роль в жизни героя и помогают ему осознать, что настоящее – это настоящее, и его нужно принимать таким, какое оно есть. Одним из наиболее привлекательных аспектов этого фильма является его мягкость и человечный тон. Режиссер Ричард Кертис, известный своими работами в жанре романтических комедий, в этом фильме создал яркое и доброе кино, которое проникает в сердце зрителя. Фильм «Бойфренд из будущего» – это действительно уникальный и трогательный фильм. В нем сочетаются романтика и фантастика, но его главным козырем является его особая атмосфера. Просто искренний и убедительный настрой, который заставляет зрителя поверить в добро и настоящую любовь. В фильме также присутствует тема о смерти и потере, которая позволяет зрителю задуматься о том, как важно ценить каждый момент жизни и жить в настоящем. Временные переходы Тима, которые он использует, чтобы изменить свою жизнь, становятся метафорой того, что нам нужно принимать нашу жизнь такой, какая она есть, а не жить в прошлом или будущем. Кроме того, фильм очень красиво снят и имеет замечательный саунд, который подчеркивает эмоциональную силу каждой сцены. Интересно, что музыку для фильма писал гитарист из группы Radiohead, Джонни Гринвуд, что добавляло фильму дополнительного шарма и индивидуальности. Небольшие 12 миллионов бюджета окупились. Фильм заработал в прокате 87 миллионов. Съемки проходили в Лондоне и Корнуэлле. Изначально роль Мэри досталась Зои де Шанель, но из-за несогласованного расписания роль отошла Рэйчел. Не уверена, что хотела бы говорить это именно в этом видео, у нас тут все-таки немного другой вайб, такой добрый и более серьезный. Но между этими двумя дамочками произошло весьма интересное событие. Если вы хотите узнать об этом подробнее, то переходите в мой телеграм-канал, нажимайте на хэштег угадай голливудского и узнаете все. Кстати, еще один интересный факт. Во время вечеринки в самом начале играет песня Тату. All the things she said. В фильме 2014 года «Самый опасный человек» Рэйчел предстала в роли адвоката Аннабель Рихтер, занимающейся проблемами беженцев и правами человека. Эта картина, ставшая последней прижизненной работой оскароносного актера Филиппа Сеймура Хоффмана, была номинирована в рамках Международного Московского кинофестиваля на нашего любимого Золотого Святого Георгия в категории «Лучший фильм», который получил и Райан Гослинг. Если вам интересно, за какой фильм, то можете перейти и ознакомиться. Что же за премия-то такая? Извините, кто о чем мечтает? Роман Джона Ле Каре, по которому снят фильм, основан на реальной жизни Мурата Курназа, гражданина Турции, легально проживающего в Германии, который был арестован в Пакистане по подозрению в причастности к теракту в США, произошедшему 11 сентября 2001 года. После чего его отправили на американскую военную базу в Кандагаре, Афганистан, а затем в тюрьму в Гуантанамо, Куба, где он пробыл 5 лет. Специально для роли Аннабелли Рихтер Рейчел научилась разговаривать с немецким акцентом. Но в 2015 году Рейчел успела, как мне кажется, все. Озвучила персонажа анимационного фильма «Маленький принц» «Маму». Это первая в истории полнометражная мультипликационная постановка «Маленького принца» Антуана Дюсент-Экзюпери. «Маленький принц» стал первым неамериканским мультфильмом, который произвел фурор в Бразилии. На протяжении трех недель мультфильм возглавлял бразильские чарты, и к 8 октября 2015 года его посмотрело свыше двух миллионов человек. Картина Марка Осборна – это не просто копия повести французского писателя, а свежий взгляд под широким углом на классику литературы. К существующей аллегоричной и фигуральной форме добавился новый взгляд со стороны. «Маленький принц» – это и сказка, и философская притча. Для детей она представляет собой источник воображения, а взрослому может помочь открыть глаза на простые истины современного общества. Или заставить вспомнить о своей любимой Розе, которая была у него одной-единственной. Задавая обычный вопрос об окружающем мире, «Маленький принц» дает возможность осознать такие ценности нашей жизни, как дружба, забота и любовь, о которых мы начинаем забывать. Это французский фильм, однако оригинальная озвучка идет на английском. Paramount Vintage, компания, занятая распространением в США, запретила показ английской версии мультфильма в других странах, пока он не выйдет на экраны в США. Так что во всем мире идет показ именно французской версии. В том же году была коммерчески успешная спортивная драма с Джейком Джилленхолом «Левша», где Рэйчел сыграла возлюбленную главного героя. Первоначально проект рассматривался как неофициальное продолжение к фильму «Восьмая миля» 2002 года с Эминемом, который на самом деле является «Левшой» в главной роли. Однако в конечном итоге сценарий претерпел существенные изменения и от этой идеи отказались. Мы видим чемпиона на вершине боксерского мира, но позже он сталкивается с трагедией, а затем проводит остаток фильма, пытаясь встать на путь самопознания через многие трудности. И вернул себе титул в последнем бою против впечатляющего противника. Еще один пример того, как боец сошел с рельсов, но вернулся, чтобы заставить зрителей повеселиться. Кроме того, они не забыли включить старый добрый тренировочный монтаж. Только на сей раз не под «Eye of the Tiger» и «You're the Best» от Джо Эспозита, а под зубодробительный речитатив самого Слима Шейди. Кино попало во все клише жанра, но собрало в прокате почти 92 миллиона при бюджете в 30. И нет, это еще не все роли, в которых мы увидели Рэйчел в 2015 году. Она также сыграла роль детектива в сериале «Настоящий детектив», а именно во втором сезоне, который, как и первый, получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Действие второго сезона перенеслось в Калифорнию. Был решено отказаться от съемок в Лос-Анджелесе в пользу менее известных мест, о которых обычно не упоминает пресса или телевидение. Таким местом оказался индустриальный городок Вернон в Южной Калифорнии, который в сериале именуют «Винчи». Наконец, все в том же 2015 году состоялась премьера криминальной драмы «В центре внимания», которая повествует о скандале вокруг служителей католической церкви и их долгательств к детям. Это лента, где Рэйчел исполнила роль Саши Пфайфер, завоевала в 2016 два «Оскара». Лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. И была номинирована на эту награду в категориях «Лучший режиссер», «Лучший монтаж», «Лучшая актриса второго плана» Мак Адамс и «Лучший актер второго плана» Марк Руффало. В 2001 году редакцию газеты «Бостон Глоб» возглавил принципиальный и честный человек Марти Бэрон. И сразу же он взялся за работу по-серьезному, вручив специальному отделу «Спотлайт», состоящему из четырех человек, провести расследование дела о священнике-педофиле. В конечном итоге дотошность и неуступчивость журналистов при поддержке непосредственного начальства позволили не только написать качественный материал в газету, но также выявить и распространить информацию о порочной системе сокрытия преступлений, происходящих в лоне католической церкви. Дрожь берет от понимания того, насколько безнаказанными и всевластными чувствовали себя представители церкви, замешанные в данном скандале. Ведь, по большому счету, почему сотрудникам отдела «Спотлайт» удалось довести свое расследование до конца и не почувствовать на себе в полной мере гнев этой католической махины. Да просто потому, что никто не воспринимал этих журналистов всерьез. Долгие годы тотального игнорирования проблемы и связанного с ней системного подхода, юридических манипуляций, призванных защитить заблудших овец, от закона, наплевательского отношения в СМИ и полного повиновения самых набожных прихожан. За все это время представители развратного течения католической церкви перестали ощущать опасность, расслабились, утратили чувство реальности, решили, что им все дозволено. А любые попытки что-либо противопоставить будут гаситься еще на ранних стадиях, без особого их вмешательства. В интервью Национальному общественному радио это название частной коммерческой медиаорганизации, которая принадлежит сеть из 900 радиостанций в США. Режиссер Том Маккарти заявил, что многие занятые в фильме актеры познакомились с прототипами своих героев и что журналисты газеты проводили много времени на съемочной площадке. Марго Робби отклонила предложение сыграть Сашу Пфайфер из-за усталости. На эту роль рассматривали кандидатуры Эми Адамс и Мишель Уильямс. И небольшой, просто забавный факт. В эпизодической роли в фильме снялась Стефани Драмонт. Эта актриса известна своей фразой «Она мне врезала по роже. Было так здорово». В контексте Реджины Джордж. Ну, конечно, речь идет о дряных девчонках. В 2016 году актриса появилась в образе Кристины Палмер в приключенческо-фантастической ленте «Доктор Стрэндж». Вместе с Бенедиктом Камбер... Камбер... Камбербэ... А? Камбербэч. Шучу, я знаю, как произносит его фамилия. Бравший при бюджете в 165 миллионов, куш почти что в 678 миллионов долларов, фильм был очень хорошо встречен публикой. «Доктор Стрэндж» — 14-й фильм кинематографической вселенной Марвел, производства Marvel Studios. Главный герой фильма, как видно из названия, тот самый доктор Стрэндж, который работал в Нью-Йорке нейрохирургом и отлично справлялся. Стрэндж имел все — деньги, славу и богатство. Но однажды он попал в аварию и потерял практически все. Но тут его и ждало перерождение. Отправившись в Азию, Стрэндж отыскал древний храм, где воспитывали самых настоящих магов. Скептик по натуре, доктор не верил, что ему тут помогут. Однако совсем скоро великий хирург понял, что мир гораздо сложнее, чем он предполагал. И вокруг нас идет война не на жизнь, а на смерть с созданиями из нашего измерения и других миров. Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов в жанре фэнтези «Песнь льда и огня» — ну, «Игра престолов», алё! — выразил желание написать сценарий к фильму. Студия дала отказ ввиду того, что Мартин собирался отгородить Стрэнджа от персонажей других фильмов кинематографической вселенной, а также требовал заключения контракта, согласно которому сценарий, написанный им, не может быть изменен, а франшизу никогда не будут перезапускать. В 2018 году Рэйчел вернулась к комедийным ролям в фильме «Ночные игры», где сыграла в дуэсе с Джейсоном Бейтманом. История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса, Брукс, организовывает вечер по разгадыванию убийственного квеста с ряженными головорезами и агентами ФБР. В итоге, по мере того, как шестеро мега азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и квест, и Брукс совсем не такие, как кажется. Забавно, что герои Рэйчел и Джейсона язвительно прохаживаются по поводу детей актеров, которые, по их мнению, ни на что не способны. При этом Бейтман сам когда-то стал известным благодаря роли в сериале «Семья Хоган», где он начал сниматься в возрасте 17 лет. Перед началом съемок актеры строили свои собственные «ночные игры», чтобы познакомиться и получше друг друга узнать. Играли они в настолке. При бюджете в 37 миллионов фильм собрал мощные 117 миллионов в прокате. В 2022 году вышло продолжение нашего фантастического приключенческого боевика в чекшоне сумаседшего «Доктор Срэндж. Мультивселенная безумия», который собрал в прокате практически 1 миллиард долларов. Бенедикт Кэмбербэтч отрастил специально для съемок эспаньолку вместо того, чтобы наклеивать себе накладную, как делал это в прежних фильмах. Элизабет Толстен прилетела в Лондон для работы над этим фильмом всего через 2 дня после окончания съемок в фантастическом боевике Мэтта Шекмана «Ванда Вижн». В апреле 2023 года на экраны вышла семейная драма с весьма интригующим названием «Ты здесь, бог?» Это я, Маргарет. Про шестиклассницу Маргарет Саймон, чьи родители приезжают из Нью-Йорка в пригород Нью-Джерси. Поскольку ее мать христианка, а отец еврей, она отправляется на поиски, чтобы узнать свою религиозную идентичность. Это экранизация известного одноименного романа американской писательницы Джуди Блум, который был написан в 1970 году. Хочет она того или нет, ну, извини, Рейтел, мы следим за твоей личной жизнью слупы и все-таки намерены залезть к тебе в трусы. У нее нет даже социальных сетей, вот настолько она скрытно держит свою личную жизнь под замком. Но все-таки нам кое-где удалось, так сказать, порыться, что-то там наколупать, какую-нибудь информацию. Давайте же с ней ознакомимся. Первым из звездных таких парней стал, конечно же, Райан Гослинг. И историю их мы неоднократно обсуждали уже и в сплетнях по Райану, и в биографии Райана. Ну, давайте, так сказать, пройдемся по достоверным фактам, что они познакомились на съемках дневника памяти, страшно не взлюбили друг друга поначалу, но это было зарождением большой любви, которое продлилось с 2005 по 2007 год. Потом они разошлись, в 2008 году они попытались возродить свои отношения, но, к великому сожалению фанатов, ничего не произошло. В 2009 году у Рэйчел был непродолжительный роман с американским актером Джошем Лукасом. Они, конечно, старались не привлекать к себе лишнего внимания, я думаю, после истории с Гослингом Рэйчел порядком надоели в виде сущей папарацци. Но этим и тенять папараццам удалось-таки застать их целующимися, там, за ручку гуляющими, в общем, ничего такого. И уже ходили активные слухи, что они уже собираются съехаться и подыскивают уже семейное гнездышко, как вдруг они расстаются. И в следующий раз Рэйчел вновь свела судьба с актером и опять на съемочной площадке. В этот раз это был Майкл Шин и фильм «Полночь в Париже» в 2010 году. О них впервые заговорили, как о паре после их совместного появления на красной дорожке кинцан... кин... кина... господи! Кантского кинофестиваля в 2011 году. Их отношения продлились до конца 2013 года и фанаты были уверены, что в этот раз все серьезно, ведь Майкл даже познакомил Рэйчел со своей дочерью Лили, которая у него появилась за время брака с Кейт Бэкинсейл. Господи, обожают Кейт Бэкинсейл. Ну, извините, вот это для меня такая же загадка, как Шон Пен. Почему потрясающие женщины их вообще клюют на таких вот... во всех смыслах... пидоров? Ладно, ладно, мы поговорим о том, какой на самом деле Майкл Шин бойфренд в сплетнях. Короче, они расстались. Ну, несмотря на все это, они, конечно же, остались друзьями. Да, лучшими друзьями. О связи Рэйчел с продюсером Патриком Самбруком известно очень мало. Никто точно не может сказать, когда закрутился их роман, но подозреваю, что где-то вот в районе 2013-го. Но достоверно известно, что в 2014 году он уже закончился. Официального мужа у Рэйчел так и не появилось. Впрочем, она красивая, успешная, богатая, состоявшаяся. Господи, ну не хочет замуж, может ей это и не надо? Да пожалуйста. Не нам судить, но мы обсудим. Но у нее есть верный спутник ее жизни. Сценарист Джейми Линден. Она выбрала себе в спутнике непубличного и скромного человека. Для такой же непубличной и скромной Рэйчел отличный выбор. Они начали встречаться весной 2016-го года и неразлучны по сей день. Джейми, конечно, не так известен, как его геррофренда, как сожительница. Вот многих оскорбляет слово сожительница. Давайте просто констатируем это как факт, что люди, живущие вне брака, называются сожителями. Успехи у Джейми все-таки имеются. Он написал сценарий к таким фильмам, как Дорогой Джон, 10 лет спустя и Финансовый монстр. Это я, когда трачу зарплату мужа. Они не афишируют свои отношения, редко выходят на красную ковровую дорожку, но иногда все-таки поклонникам удается лицезреть их на прогулке с детьми. В 2018 году они впервые стали родителями. Актриса родила сына. В ноябре того же года она впервые рассказала о своем ребенке во время интервью The Sunday Times. А в 2020 году Рэйшел рассказала, что она беременна вторым ребенком. Но когда именно случилось пополнение в семье, достоверно опять-таки неизвестно. Известно лишь то, что это дочь. Ну и вот собственно мы подобрались, что имен детей мы так и не знаем. Просто сын и просто дочь. Да, потому что Рэйшел и Джейми до такой степени скрытно, что категорически против того, чтобы имена их детей стали достоянием общественности. Свободное время Рэйшел предпочитает проводить в родной Канаде. Рядом с ней живет ее младший брат. Актриса занимается кундалини-йогой, возится в саду и мечтает открыть собственный ресторан. В одном из интервью МакАдмис призналась, что обычно встает на рассвете и занимается йогой. Она убежденная вегетарианка, как и я. Покажите вегетарианце, который говорит, что он не вегетарианец хотя бы 5 минут. Это ты? А, извини. И фанат здорового образа жизни и вообще известная эко-активистка. Пожалуй, самое явное выражение ее позиции по вопросу сознательное решение отказаться от покупки собственного автомобиля, вместо этого МакАдмис предпочитает добираться до работы на велосипеде или пользоваться общественным транспортом. Даже дома Рэйчел использует возобновляемые источники электроэнергии. В общем, настоящая модель для подражания. Также Рэйчел активно поддерживает фонды по защите окружающей среды и является соосновательницей сайта Green is Sexy, посвященного экологическим проблемам планеты. Я надеюсь, вы прекрасно провели время. Обнимаю вас. Жду вас в комментариях и в Телеграме. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Пока-пока.